В Россию возвращается льготный лизинг и автокредитование. «Алада» восстанавливает модельный ряд. Семейство упрощённых «Грант» пополнил приподнятый кросс-универсал. К дилерам отправлены трёхдверные «Нивы», на очереди «Ларгус». Песенка «Икс Рея» при этом кажется спетой, как и выносливых грузовиков «Ивека», производимых на Урале. После ухода итальянцев российской компании АМТ придётся продолжать бизнес в одиночестве. Туман над заводом «Москвич» густо намешанной ещё на прошлой неделе и не думает рассеиваться. Ведь теперь в числе претендентов называют и концерн «Иран Хадро», и даже «Индийские компании». Но начать этот выпуск хочется по классике, с мировых премьер. Ведь и «Хонда CR-V», и свежий «Фольксваген Амарок» никто не запрещает импортировать параллельно, то есть поперёк санкциям. Такое ощущение, что дизайнеры марки «Хонда», прежде радовавшие революционными откровениями, начали проповедовать спокойствие и умиротворение. Во всяком случае, новый кроссовер «Хонда CR-V» вышел именно таким. Никакой двухэтажной оптики, монументальных решёток радиатора и сложносочинённых выштамповок. Это всеми любимый «Сервант», который лишь слегка примоднился, примерив трёхмерный гриль и затемнённые фары. При этом салон будто рисовали не бумеры, а зумеры. Что, кстати, объяснимо. Ради общей корпоративной экономии интерьером поделился свежий «Сивик». А его традиционно выбирает гораздо более молодая аудитория. Отличий минимум. Это слегка иное оформление центральной консоли, а также 9-литровый бардачок под подлокотником. Жёсткость кузова выросла на 15%, а плавность хода, шумоизоляция и управляемость улучшились. Именно улучшились они перешли на новый уровень, ведь машина сохранила прежнюю платформу. Агрегаты тоже прежние. Базовым значится полуторалитровый турбомотор в компании «Вариатора». Альтернатива — гибрид, построенный вокруг двухлитрового атмосферника. Для обеих модификаций доступен передний или полный привод. Тизерами нового «Амарокко» компания «Вольксваген» интриговала публику давно, однако особых сюрпризов никто не ждал. Ведь немцы заранее сказали, свежий пикап построят на основе фордовского рейнджера. Тем удивительнее, что вместо стопроцентного клона немцы подготовили оригинальную машину. Общий силовой каркас двух моделей выдаёт только характерный силуэт. А вот оптика, панели кузова и, конечно, оперения — свои собственные. Салон новоиспечённого «Вольксвагена» напоминает исходную машину гораздо больше. Во всяком случае, вертикальный экран медиасистемы, фирменные селекторотрансмиссии и часть фурнитуры остались неизменными. Правда, чтобы подчеркнуть индивидуальность, авторы «Амарокко» организовали нарочито прямолинейный интерьер со строгими гранями, прямыми углами и обилием плоскостей. Как говорится, я с детства угол рисовал. Пикап удлинился на целый дециметр. Но свесы, наоборот, стали короче. На лучшую проходимость намекает даже глубина преодолеваемого брода. Сразу 80 сантиметров против прежних 50. Грузоподъёмность тоже выросла. Наоборот грузопассажирский «Вольксваген» способен взять больше тонны поклажи. Кстати, чисто коммерческих исполнений с короткой однорядной кабиной. Видимо, больше не планируется. Глобальная моторная гамма включает один бензиновый и четыре дизельных двигателя. Притом, бензиновая модификация имеет отдачу свыше 300 сил, а в списке дизелей значится парочка трёхлитровых агрегатов V6. К моторам мощнее 200 лошадок, безо всякой альтернативы прилагается десятиступенчатая автоматическая коробка. А версиям попроще положены механические коробки плюс заказной шестидиапазонный автомат. Интересно, что полноприводных трансмиссий будет предложено сразу две. Первая — с жёстким подключением переднего моста, а вторая — это постоянный полный привод, организованный вокруг нижесевого дифференциала. Выпускать новинку планируют на южноафриканском заводе Форда, откуда сейчас по всему миру расходятся родственные рейнджеры. Продажи на ключевых рынках начнутся под конец года. Автоваз продолжает расширять гамму антикризисных моделей. Запустив производство упрощённых седанов, универсалов и лифтбеков Lada Granta, в Тольятти поспешили наладить сборку оспортивленных Grand Drive Active. А сейчас линейку машин без подушек безопасности, антиблокировочной системы и с моторами уровня Евро-2 пополнила приподнятая Granta Cross, которая ожидаемо оказалась дешевле своего докризисного издания. Так, если покупатель воспользуется фирменными программами кредитования или системой Trade-in, то кросс-версия встанет в приемлемые 720 тысяч рублей. Без этих финансовых инструментов цена вырастет на 20 тысяч. Однако это на 112 тысяч рублей дешевле аналогичной пятидверки в прежней комплектации Classic с подушками и АБС. Сейчас в оснащении включены электроусилитель руля, электропривод-зеркал, передние электростеклоподъёмники, плюс бортовой компьютер и четыре динамика. Правда, без самой магнитолы. Других вариантов, кроме сочетания 90-сильного восьмиклапанника и пятиступенчатой механики, производитель не предлагает. Хотя прежде для Гранты Кросс была доступна 16-клапанная версия, для которой можно было выбрать ручную или роботизированную коробку. Зато другие приметы кроссовой лады — 20-сантиметровый дорожный просвет, фирменный обвес кузова, штатные багажные рейлинги и контрастная отделка салона — сохранились. Тем временем президент АвтоВАЗа пообещал создать кроссовер на базе лады Весты. Никаких других подробностей от Максима Соколова не последовало, но само заявление вызывает определённый интерес. Впрочем, даже если вазовские конструкторы, дизайнеры и технологи прямо сейчас займутся этим проектом, готовый автомобиль мы не увидим раньше, чем через 2-3 года. И это весьма оптимистичный прогноз. Новость о перспективной ладе придётся проиллюстрировать третьим поколением Логана. Ведь именно этот бюджетник поделился платформой для машины, которую готовили на замену нынешней Гранте. На заводе грядущую новинку даже называли Грантой 2. АвтоВАЗ собрал несколько таких машин, сварил десяток кузовов, а один экземпляр даже отправился на ездовые испытания. Сейчас работы приостановлены. Хотя, как уверяет паблик АвтоГрад Ньюс из соцсети ВК, проект вовсе не закрыт. Почти готовую модель терять крайне обидно, ведь заводчане успели провести пусконаладку сборочных линий. Однако, чтобы автомобиль стал серийным, придётся провести масштабнейшие работы по пресловутому импортозамещению. К слову, в конце мая АвтоВАЗ собирался начать выпуск Логана Фрисандера новейшего образца. Но после ухода марки Рено об этих новинках россиянам, видимо, придётся забыть. Если не навсегда, то на долгий срок точно. А вот фургоны и универсалы Ладе Ларгус на линию Б0 вернутся уже до конца июля. Ради этого производство 90-сильных восьмиклапанных моторов переведено на трёхсменный режим работы. Круглосуточный график понадобился, так как боссы автогиганта надеются на хорошие продажи антикризисных Гранты и Ларгуса. При этом перезапуска хэтчбеков X-Ray возможно и не случится. Да, АвтоВАЗ сохранил за собой право использовать платформу Global Access. Однако, как выяснилось, теперь заводу нужно платить ройалти, что убивает всякий смысл делать малопопулярную среди потребителей машину. С запуском Дастера та же история. В Тольятти сейчас оценивают, имеет ли затея экономический смысл. Оживающий российский автопром решено поддержать мощными стимуляторами. А главным таким препаратом станет перезапуск системы льготного кредитования и лизинга, которыми можно будет воспользоваться со второй половины июля. Возобновлённые госпрограммы распространяются только на автомобиле трёх отечественных марок. Это УАЗ, ГАЗ и, конечно, ЛАДА. Но при единственном условии, если машина любого из перечисленных производителей стоит дешевле двух миллионов рублей. Россияне, подавшие заявку, смогут рассчитывать не на десяти, как прежде, а сразу на двадцатипроцентную скидку. Жителям Дальнего Востока, которые сейчас активно опустошают японские аукционы, вообще светит двадцатипроцентный дисконт. Базовая скидка по программе лизинга 10% от цены машины, но не более пятисот тысяч рублей. Она станет распространяться на легковую, лёгкую коммерческую и грузовую технику, что выпускается под брендами УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, Урал и ЛАДА. Тем, кто пожелает воспользоваться этими предложениями, придётся поторопиться. По льготному автокредитованию хотят продать лишь около пятидесяти тысяч машин. По льготному лизингу порядка двадцати шести тысяч. Первым, кто отреагировал на возобновление господдержки, стал АвтоВАЗ. В Тольятти оперативно подсчитали, что упрощённую Ладу Гранту Классик можно будет приобрести за рекордно низкие пятьсот сорок три тысячи целковых. Цена антикризисной Нивы, производство которой возобновилось на минувшей неделе, пока не названа. Хотя готовые машины поступят к дилерам уже в нынешние выходные. По системе льготного кредитования внедорожники планируют отдавать за шестьсот шестьдесят тысяч, а значит, без скидок в начале июля столичная мэрия, призвав КАМАЗ в качестве технологического партнера по перезапуску бывшего завода Рено, вновь пообещала оперативно воскресить замерзшее производство, что теперь именуется московским заводом «Москвич». Во время презентации стратегии гостям мероприятия даже показали изображение автомобилей, которым вроде как предстоит встать на перезапущенный конвейер. Это оказались четыре кроссовера и один седан. В опубликованных картинках мы моментально опознали модели марки «Джак», которые, видимо, ради пущей конспирации были лишены фирменных логотипов. Что было вполне логично. Джак – давний товарищ КАМАЗа. Вот только пресс-служба грузового автогиганта поспешила сходу выпустить опровержение. Дескать, в серию пойдут совсем другие машины. А изображения «Джаков» попали на слайды презентации чисто случайно. По нашему мнению, Джак тут всплыл преждевременно. Поскольку все от федеральных чиновников до рядовых автомобилистов хотят немедленного результата, то власти пытаются выдать этот результат любыми способами. И иногда выходит фальстарт. Предположим, что китайская сторона пока не согласовала, чтобы ее модели стали москвичами. Тем более, что КАМАЗ сейчас находится под адресными ограничениями со стороны США. Но обещание возродить выпуск легковушек до конца года надо выполнять. Поэтому новоиспеченный владелец московского завода похоже рассматривает вообще всех возможных претендентов на локальную сборку. Так, в интервью RTVI глава российского центра иранцы за рубежом Мирзаи Гази Аббас Маслем уверенно заявил, что под возрожденным брендом Москвич хотят выпускать иранские автомобили Иран Хадро. Напомним, что седаны этой марки некоторое время продавались на российском рынке. Правда, в 2009 году производитель свернул поставки из-за экономических санкций против Ирана. Однако, после этого компания многократно предпринимала попытки вернуться. В нынешнюю гамму производителя входит несколько машин, построенных на лицензионных платформах старых Peugeot 405 и 206 Пресс-служба завода Москвич не подтвердила, но и не опровергла информацию о договоренностях с Ираном. Оно и логично, переговоры сейчас ведут не только промышленники, но и дипломаты, и торговые палаты, и другие подобные организации, не очень связанные с автоиндустрией. К тому же, на начальном этапе возрождения, собирая машинокомплекты, москвич может получать их и от разных производителей. Кстати, по собственной информации телеканала Автоплюс, на отечественный рынок активно зазывают автопроизводителей из Индии, чьи ультрадешёвые легковушки и внедорожники в теории подошли бы для нашего рынка. Но те, включая огромный концерн Махиндра, пока осторожничают. А закончим этот выпуск грузовой темой. Компания Ивека, что ещё весной прекратила поставки готовых машин российским клиентам, теперь вышла из состава участников совместного предприятия Ивека АМТ. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу итальянского автопроизводителя. При этом итальянцы были одними из первых производителей грузовиков, кто решился на локальную российскую сборку. Ведь СП Ивека Урала, с участниками которого поначалу числились Ивека, Газпром и Автозавод Урал, было основано в 1994 году. Начинались здесь с простеньких капотных самосвалов, преемников легендарных бамовских магирусов. Но затем в производстве освоили и более современные машины. К слову, из состава фирмы последовательно вышли Газпром и Автозавод Урал. И с 2009 года бывшая СП Ивека Уралас называется Ивека АМТ. В итоге уральские Ивека компонентов поставлялась непосредственно из Европы. Это двигатели, заготовки для сварки кабин и многое другое. Однако рамы и кузова миаски завод варил своими силами. Более того, на предприятии наловчились ставить венгерские и немецкие мосты вместо итальянских. Плюс провели некоторую локализацию. На выходе получались очень интересные автомобили, заточенные под суровые условия эксплуатации. При этом техника, выпущенная Ивека АМТ стоила дорого, но для заказчика оказывалось дешевле чистокровных европейцев. Завод, рассчитанный на 5000 автомобилей ежегодно, в этом году планировал собрать 500-600 машин, и главным плюсом был индивидуальный подход. Например, сама Ивека ни за какие деньги не ставила мощнейшие мосты немецкой марки Кеслер от армейских грузовиков. А в МИАСе этим занимались на регулярной основе, чему клиенты были только рады. Однако теперь заводу предстоит начать новую главу. Как уточняет Рейтер, 33-процентная доля европейцев, а точнее управляющей брендом Ивека голландской компанией CNH Industrial, была передана второму участнику бывшего СП, частной компании АМТ, которой до сих пор принадлежали две трети завода. Решение принято, мы передали свою долю нашему бывшему местному партнеру. После многолетнего сотрудничества передача активов займет некоторое время. При этом, отвечая на вопрос о финансовых условиях, господин Маркс ответил, что дело здесь совершенно не в финансах. То есть, похоже, что сделка была совершена за условный один рубль. Правда, российской стороне от этого не легче. Теоретически в мясе могут пойти по протаренной дорожке. Наладить выпуск узкоспециализированных машин, но теперь на базе моделей из дружественных стран. Например, из Китая, Ирана или Турции. Но поиск подходящего партнера займет время. Редактор субтитров Корректор А.Егорова